приветствую всех любителей астрономии вы на канале астровыезд где мы любим различные темы и обсуждаем любительскую астрономию в этом выпуске расскажу я вам про свою последнюю поездку итак у меня вышел из строя мой 450d я себе взял тушку 500d естественно я ее разобрал вытащил из нее фильтр собрал обратно и по прогнозу у нас была ясная ночь я собрался поехать попробовать эту камеру все ли у меня нормально работает что у меня получится в качестве объектива у меня был юпитер 37 а монтировкой 32 и я поехал поснимать вот приехав на место установив все свое оборудование начал настраивать и у меня возникли кое-какие проблемы и все самое хорошее время в общем я возился с монтировкой с гидом никак он не собирался у меня работать как говорится никогда такого не было и вот опять когда я начал съемку уже на мое место где я базируюсь начал поступать ночью туман когда я уже собирался домой включил освещение то туман уже был такой сильный в общем сложилось не самым удачным образом но как сложилось так и сложилось и в итоге мне получилось набрать часик выдержки по объекту который я снимал там чуть чуть больше чем час 10 это конечно очень мало я рассчитывал на куда более интересный результат чтобы выдержки у меня общей было побольше но что есть то есть снимал я объект и c 1396 вот поэтому вот такой наш любимый классический красный вид которому наверняка все привыкли так вот это выглядело у меня при классической обработке понятно час накопления это было достаточно грустно неинтересно но что есть то есть и в итоге я решил как раз таки ну погоды у нас не так много да в этот раз мне не сильно повезло не факт что у меня осенью получится продолжить съемку потому что ну можно поехать еще и опять снимать этот же и c1396 однако осень нас очень редко балуют ясными ночами поэтому далеко не факт ну я решил а почему бы не попробовать по обрабатывать как-нибудь по-другому чтобы все-таки остался какой-нибудь результат на память который можно было бы с горем пополам но все-таки оставить коллекции вот не давайте посмотрим что у нас получится работать сегодня будем в программе серил такая вот бесплатная программа помощник астрофотографу и так для начала мы естественно наш файлик откроем в этой программе это у меня уже сложенный результат что мы видим вот мы ничего не видим это нормально вот здесь вот мы растянем пускай будет гистограмма вот такой ужас такой кошмар но что поделать тут у нас много звезд очень много звезд в этом месте ну тут тут ничего не поделаешь мы можем приблизить и оценить каналы вот у нас зеленый видите тут шума побольше красный такой достаточно мягкий и синий весь вообще не очень я сказал и давайте для начала мы сделаем калибровку цветом быстренько это вот здесь вот выберем квадратику черненького использовать текущие значения и нейтрализуем так а также выполним баланс средних цветов средних оттенков вот пускай будет это у нас вот здесь даже вот у нас вот здесь вот есть до цвета вот так вот это будет выглядеть использовать текущие выделение и применить вот у нас уже стало посимпатичней и естественно выберем функцию уменьшения зеленого шума в принципе просто нажмем применить и готово ну и естественно вот это растягивание это оно предварительное то есть возвращаемся в линейный вид нажимаем преобразование гистограммы автоматически и вот получаем в принципе мне тут все устраивает применить так и оставим все как получилось так и оставим калибровки мы выполнили и теперь давайте мы извлечем каналы rgb для этого вот здесь есть домик выбираем обязательно категорию ну не категорию папочку как домашнюю куда он будет это сохранять у меня вот она создана нажимаем обработку извлечения и разделить канал тут все понятно и теперь нам нужно их совместить возьмем красный канал вот они наши разбитые каналы этот сюда красный тоже сюда зеленый сюда и синий зеленый вот так ну останусь на втором методе хсв это вот он мне больше нравится в принципе все с этим все готово можете да разные по выбирать то есть какие там вот больше понравится бывают различные варианты я остановлюсь на этом варианте все у нас в принципе все готово мы можем посмотреть ркб изображение как мы видим тут цвета уже в принципе поменялись опять нажмем для зеленый шум а вдруг там что появилась здесь есть такая штучка как насыщенность оранжево-коричневый-желтый он и сюда сюда применить и так не глядя грубо говоря так голубой синий пурпурный применить вот мы с вами тут уже что-то видим что-то у нас получилось вот наше линейное изображение цвета у нас поменялись так ну и по сути да все действия в серии наверное я закончу на данный момент как мы видим да очень много звездочек вот так вот достаточно быстро протыкали и нам осталось только сохранить полученный результат сохраним его в тиф пускай так и называется сохраняем 16 бит и все готово вот сили нам обо всем помогла и после этой обработки мы уже перейдем непосредственно к фотошопу и дальнейшей корректировке из-за такого громадного количества звезд мы воспользуемся отделением звезд в старнете а сири можно закрывать на данный момент был у нас классический цвет это такое вот красное изображение вот это то что у нас получилось после обработки в сири вот это наше изображение которое у нас получилось после того как старнет убрал из него звезды как мы видим да проступает вот здесь этот голубой цвет да и дальше нам потихонечку это все обрабатывать возвращать на место звезды с помощью программы сири мы очень быстренько получили себе черновичок с которым мы будем работать дальше который нам позволяет уже проявлять свою фантазию и цвета у нас да поменялись мы тут видим всякие различные другие оттенки в общем крутим вертим это процесс достаточно долгий уже на свой вкус как кому нравится классический вид то что мы получили вот таких два вида вышло у нас из одного скажем так не самого лучшего исходника вообще не очень удавшиеся съемки но что-то запомнилось что-то попробовали пускай так у меня и останется и красненькая и вот такое вот вот такая вот история у меня получилась с последним выездом буду готовиться в следующей погоде надеюсь еще дадут мне поснимать и надеюсь у меня получится какой-нибудь неплохой результат и мне удастся собрать нормальное количество света экспозиции в общем жду погоду желаю вам также ясных ночей в нужное время красивых фотографий и до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки и так далее всем пока